Хочется уехать в лагерь, забыть обо всём, быть с детьми, веселиться. По большей части, это веселье больше для нас, мне кажется. Все делают вид, что спят, потому что услышали, как я иду, свет выключен. И чувствуешь вот этот аромат БПшки. Тишину поймали, ап, а дети сами тебе отдают эту энергию. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я вожатый. Вожатый – это, в первую очередь, работа и большая ответственность. То есть ребенка должна быть комфортно, ребенка должна быть весело. Ребенок должен чему-то учиться за это время, как-то оздравляться и так далее. То есть мы за это несем ответственность. Если с ребенком что-то случится, конечно, не дай бог, то в этом ядоваты в первую очередь мы. По большей части – да. Танцы, игры. В принципе, все это ты должен уметь. Подготовить конкурс какой-то, мероприятие сделать. По большей части есть определенные шаблоны. Информацию можно найти в интернете. Ну, в принципе, импровизация всегда как бы в плюс. Ты должен уметь просто вот так вот из ниоткуда взять и придумать игру. Очень редко. Заканчивается день, укладываем детей. Происходит вожатская планерка, на которой мы обсуждаем сегодняшний день, будущий день, какие мероприятия будут, подготавливаемся к этому, если это нужно. И там часа два-три остается на сон, там вот где-то так. А дети сами тебе отдают эту энергию. Если ты к ним позитивно относишься, дети заряжаются этим, и ты получаешь энергию от них в ответ. И вот ты постоянно находишься в этом, как бы, под самозарядкой. Это в том числе, чтобы никто не потерялся. Бывали случаи, когда и дети сбегали с лагерей. То есть всякое бывает, но, благо, всегда находить. Конечно, у меня это было. Мне рассказывали историю. Мальчик просто взял ночью и просто сбежал домой. Ну, просто ушел домой и все. Утром позвонили его родителям, так-то, так-то. Да, он здесь, у меня дома спит, все нормально. И все, потом его привезли, написали заявление о том, что забирают ребенка, и все, и забрали его с концами. Просто ему что-то не понравилось здесь, в лагере, и все. Решил уйти. Да, по-английски. В принципе, самое главное, чтобы детям было комфортно, чтобы детям было весело. Чтобы они потом, когда родители их забирали, со слезами на глазах, я не хочу, я хочу остаться, не забирайте меня. Я обязательно приеду, жди меня. Вот, и начинается вот эта вот переписка. Типа, я у тебя приеду, жди меня, и так далее. Дети очень отзывчивые люди. Дети любят искренне, как говорится. И, ну, это классно. Вот за это я и люблю эту работу. За отзывчивость детей. Как-то завлечь ребенка нужно. Если у одного вожатого не получается, у тебя есть напарник, а то, может быть, и не один. Потому что, если ты не найдешь к какому-то ребенку подход, да, у тебя есть напарник, который может это там, когда по-другому подойти, с другой стороны и так далее. Ну, первонаправо, завлекать ребенка, узнать, что ему интересно, и дать ему это в лагерь. То есть, если мальчик занимается футболом, да, он не хочет на эти танцы, ходить на мероприятия, это ему неинтересно. Просто все, хорошо, завтра мы идем с тобой играть в футбол. Хорошо, он идет играть в футбол, ему весело, классно. Он будет тебя докапывать, когда мы завтра пойдем на футбол. Вот, то есть, и вот так вот как-то завлекать детей, узнавать, что ему интересно. Нет, никогда. Детям запрещаем мы это делать, потому что может произойти аллергическая реакция у кого-то. Ну, и, соответственно, это плохо скажется потом. Поэтому у меня дети никогда не мазываются. Да, бывало, бедокурили, бегали, но справлялись с этим. Ночью кушали БПшки, заваривали их в кулере в горячей воде. Вот, заходишь в комнату, все делают вид, что спят, потому что услышали, как я иду, свет выключен, и чувствуешь вот этот аромат БПшки. И понимаешь, что где-то что-то, где-то лежит. Залазишь под кровать, смотришь, а там стол накрытый уж. Ну, грубо говоря. Для этого ты должен показать, что ты здесь главный, как бы, что ты старший. Я не знаю, можно по-разному давить, можно по-доброму, да, можно, вот, как девочки любят, да, там, пообижаться на некоторых агрессивных мальчиков. Типа, ой, все, я обиделась, там, и так далее. Можно вести себя построже. По большей части, вот, если вы вдвоем работаете, да, кто-то добрый вожатый, да, кто-то такой строгий, вот. Но, опять-таки, нельзя всегда быть строгим, нужно всегда показывать свою доброту. Потому что, если ты постоянно будешь строгим, ну, дети поймут, что, ну, он орет и орет, ну и ладно. Типа, он всегда орет. Ну, так не нужно. Нужно показывать вот эту вот границу, где ты добрый, добрый, добрый. Если не на косяде, то можно чуть-чуть там поругаться на них, да, и они вот это сразу поймут и больше так делать не будут. Ну, это банально. Ну, кто меня слышит, хлопните раз, там, кто меня слышит, хлопните два. Там, вот это самые стандартные. Там услышат хлопки, услышат, что-то говорит, там, ну, надо замолчать, значит. Типа, тишину поймали, ап, поймали. Что-то вот так, ну, вроде. Да, у меня есть коробочка такая небольшая дома, где у меня вот это все, вот, мелочь вся хранится там. Рисуночки, записочки, там, браслетов, очень много браслетов, кстати. Я когда первые годы, года работал, у меня корешка была небольшая, мне девчонки постоянно резинки давали свои. Мне дети на моей первой смене подарили мне белого медведя, такого маленького, и он стал моим талисманом. Вот, и он каждую смену со мной ездил. Вот эта первая игрушка была, которую мне дети подарили. Вот она со мной вот все время ездила, каждую смену. По большей части, да. По большей части, это веселье больше для нас, мне кажется. Да, это повод расслабиться, повод, там, подвигаться телом и так далее. Это классно. Дети зажигают, ты зажигаешь, дети зажигаются от тебя. Ну, очень много детей не хотят танцевать, мальчика особенно. И вот когда вот мальчик вожатый выходит танцевать, пляшет, типа, давайте с нами, давайте. И они тоже такие, ну, нет, ну, ладно, пошли. И его тоже отжигают вместе с тобой. Ну, это классно, это круто. Да, многие вожатые тоже плачут. Мальчики редко, конечно. В основном девочки, потому что, блин, такие классные дети, они такие хорошие. Особенно вот когда вот маленькие, на маленьких детях стоят. И они такие зайки, я хочу своих детей. То начинается вот это вот все. чтобы я плакал. Ну, чтобы плакал, нет. Что переживал вот эту вот тягость расставания. Да, было в начале, где-то, первой смены. Потом уже как-то я стал к этому проще относиться. И уже не так сильно. Ну, нет, в любом случае, ты показываешь это детям, то, что, блин, жаль, что вот теперь остаемся. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Бывают очень классные дети, которые отзывчивые, активные. Прям, ну, действительно скучаешь по таким детям. Ну, я прошел обучение в студенческих патриотических отрядах ТРСО. Мне было интересно, я думаю. Ну, ладно, схожу, посмотрю, что там такое. А оказалось намного интереснее, намного веселее, чем я это думал. Вот. И как-то затянуло меня в этот омут, что я вот уже на протяжении 5 лет не могу оттуда вылезти. Ну, как, сейчас уже, да, сейчас уже ценности поменялись. Там, и работа, и семья, и так далее. Но все равно каждый раз хочется вернуться в это. Хочется уехать в лагерь, забыть обо всем, быть с детьми, веселиться. Это классно. Отзывчивость детей. Ну, их искренняя любовь. Ну, дети не будут долгать. То, что вот они показывают, вот эти вот эмоции, вот эта вот доброта, это все правда. И классно видеть улыбки детей. Какая прямая датode, проблемаcutOhTerto. И fuerza это дажеYeah channel That. Какое-то еще Galo kanаза OZ. Ага. Потому что у меня тут n' 알ожди,